Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, уважаемые граждане, я, подполковник милиции Махнач Юрий Иванович, командир роты Патрульно-постовой службы милиции, отдела внутренних дел Лицского Росполкома, обращаюсь к вам. 19 июня этого года я находился на службе по охране общественного порядка. В нашем городе проходила цепь солидарности, поддержание кандидатов в президенты Республики Беларусь, альтернативных кандидатов. В этот момент на акцию пришли мирные люди, граждане, добропорядочные граждане нашей страны. Они пришли с детьми, с женами, с колясками, вышли пенсионеры. Мне поступила команда, а заместителя начальника Лицского РООД, подполковника милиции Враменкова, разгонять и задерживать людей на данной акции. Я подчеркиваю, мирной акции, где никто не нарушал общественный порядок, где находились мирные люди. Я ответил, что я данный приказ выполнять не буду. Также он сказал, что данное указание поступило от первого заместителя, начальника УВД Гродненского госполкома Шестаева Александра Ивановича. Сразу после данного случая я примерно через неделю ушел в отпуск. Думал, что это все пройдет, это рано зарубцуется. Но, выйдя на службу, я понял, что в период проведения предвыборной кампании начинается реальная подготовка к войне против своего народа органов внутренних дел. Это идеологическая подготовка, истягивание, вы все прекрасно об этом знаете, и техники в город Минск. То есть была такая идеология. Если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будет вешать на суках у дороги. Потому эту власть надо защищать любыми средствами и способами. Я не смог продолжать службу и перестал ходить на нее. После проведения выборов и оглашения результатов вся Беларусь поняла, что нас жестко обманули. И данные, которые подала Центральная избирательная комиссия, не соответствуют действительности. Люди начали выходить на мирные протесты, чтобы высказать свое мнение. Наши люди, которые работают на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, в бизнесе, начали высказывать свою гражданскую позицию. Однако эта позиция была неудобна властям. Они начали жестко пресекать это. Это не обошло и наш город Лида, в котором происходили страшные вещи. Это избиение людей на территории РОВД, это избиение истязание людей в автозаках, причинение телесных повреждений. Избиением и издевательствами занимались сотрудники ОМОН, УВД Гройнского госполкома, а также сотрудники Лицкого РОВД. Это происходило не под руководством начальника Лицкого РОВД, а можно сказать, под его крылом. Также я хочу сказать, что в Лицком РОВД есть достойные офицеры, которые достойно с поднятой головой подали аэропорта на увольнение, с которыми я общался, и которые готовы дать показания о противоправных действиях на территории Лицкого РОВД. Это 13 достойных офицеров, которые не согласились с издевательствами, истязаниями, избиениями людей. Также мне известно, что на мойке транспорта Лицкого РОВД проводилось избиение и издевательство над людьми. Данное выступление исходит лично от меня. Никто меня не проплатил, как это сейчас модно говорить. Никто меня к этому не принуждал. Это крик души, потому что с этим мириться нельзя. Такое отношение к своему народу недопустимо. Я сам столкнулся с этим беспределом, когда видел своих знакомых, друзей, которые по своей сути политичны, не вникали никогда в политику, просто выходили из подъезда в тапочках погулять. И их забирали, и на их телах находились побои, начиная от шеи, заканчивая нижними конечностями. У них было все синее. В настоящий момент, уважаемые сотрудники милиции, уважаемые граждане Республики Беларусь, мне стыдно носить погоны сотрудника органов внутренних дел. Те 23 года, которые я отдал службе, лучшие годы своей жизни я отдал службе в органах внутренних дел, я никогда не мог подумать, что так обернется. Что мы начнем относиться зверски, скотски к людям своей страны. В органах внутренних дел я прослужил 23 года. Во время прохождения службы, в основном, я встречал порядочных сотрудников, которые защищали права, свободу граждан, граждан нашего города, страны. И это очень похвально, это очень здорово. Но в последнее время видно, что эти сотрудники начинают выполнять преступные приказы, которые им не надо выполнять. Еще не поздно остановиться. Я не призываю ни к насилию, ни к войне. Я просто призываю остановить насилие над людьми. Милиция – это тоже люди. И на другой стороне тоже люди. И в общей массе мы, граждане Республики Беларусь, не должны допустить никакого кровопролития, истязания, избиения, смертей. Мы должны разбираться цивилизованными средствами и способами.